У каждого города есть свои особенности, свои уникальные памятники, созданные из старой военной техники. Сегодня расскажем о танке, который можно найти в большинстве городов бывшего Советского Союза. Покажем только самое интересное, то, что и делает 34-ку уникальной машиной. Начнем с истории. Памятник установлен в честь танковой колонны «Приморский комсомолец». В 1943 году во Владивостоке был объявлен сбор средств и добровольцев из рядов ВЛКСМ. 20 танков с хромированными табличками отправились под Курск освобождать Украину от немецко-фашистских захватчиков. Само собой, то были танки с 76-мм пушкой F-34. К сожалению, ни одного из них не дошло до наших дней. В качестве памятника установлена машина послевоенного выпуска с 85-мм пушкой и башней на 3 человека. Про башню образца 1943 года есть отдельный выпуск на канале, ссылка в описании. Ходовая часть машины примечательна своим происхождением. Корни лежат в колесно-гусеничном танке БТ с подвеской типа Кристи. На подвеске классической системы ведущий каток выполнен в форме звездочки, которая тянет за собой гусеницу. На подвеске Т-34 прямо на гусенице крепятся зубцы, под которые есть специальные пазы на ведущем катке. У этой системы есть свои преимущества и недостатки. Все зависит от условий эксплуатации. Лобовой лист брони с рациональными углами наклона. Естественно, что Т-34 это далеко не первый танк, на котором была применена эта хитрость для увеличения вероятности рикошета и приведенной толщины брони. Вся уникальность заключается в способе производства. Дело в том, что вся передняя проекция корпуса выполнена из монолитного стального листа, раскатанного до нужной формы. Такая конструкция гораздо более прочная, чем сварная конструкция или болтовые соединения. Кстати, башня тоже целиком летая и на ней нет ни сварных швов, ни болтовых соединений. За пулеметом находится место стрелка-радиста. Его радиостанция устанавливалась справа над гусеницей. А дальше не полезут. Страшно. Если в четырехместных машинах антенна радиостанции выходила через специальное отверстие в корпусе, то в машинах с 85-мм пушкой ее перенесли на макушку башни. По этому признаку можно отличить корпуса старых машин от новых. Здесь должны быть дополнительные топливные баки. По сути, обычные жестяные бочки под солярку. Решение, конечно, спорное, но необходимое. Возникшее не в результате проектирования, а уже во время войны. Тогда выяснилось, что бензовозов на всех не хватает, и танкистам приходится самим возить для себя горючие смазочные материалы. Немецкие танкисты в таких случаях приматывали к танку целую кучу канистр, а наши использовали жестяные бочки. Необходимо помнить, что на Т-34 установлен дизельный двигатель, а дизельное топливо очень плохо горит. Не пробил. В случае пробития бак танка не загорится, а потеряет часть запасного топлива. Есть пробитие. Немецких танкистов никто не спрашивал, нужны ли им дополнительные баки вне заброневого пространства корпуса. Все их танки вынуждены были оснащены бензиновыми двигателями, а бензин, в отличие от дизеля, горит очень даже хорошо. Возить на себе, не защищенную от пули осколка, в бензиновую бочку, это все равно, что играть со спичками на динамитной фабрике. Танк горит. И хотя дизельное топливо почти не горит, зато очень хорошо детонирует. Пустая тара, наполненная парами совярки, взрывается от любого попадания. Вне корпуса такой взрыв может быть опасен только танковому десанту. Зайдя к танку со стороны карамы, мы увидим, по крайней мере, мы должны увидеть, маленький стоп-сигнал, он крепится вот здесь, который ночью помогал при движении танков в колонне при соблюдении правил светомаскировки. Крышка МТО оснащена болтами и петлями для удобства замены двигателя. К сожалению, моторесурс у форсированного В2 был не очень велик, и он требовал частого техобслуживания. Без сварки так же не обошлось. Привод ведущего катка для экономии места вынесен наружу, и его крышка приварена прямо к корме. Наверх мы не полезем. Как уже говорилось, на машинах приморского комсомола стояли башни другого типа. Внутрь танка, к сожалению, попасть тоже не удастся. Все люки заварены наглухо. Поговаривают, что в незапамятные времена люки были открыты, и в них свободно лазили дети. Вы еще местных послушайте. Они вам и про два подземных завода понаговорят. Искусство требует жертв. Я обеими руками за. Ну, одной рукой, одна занята.